Христ 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 Божий Сын Христ Старцы поклоняются Положи венцы своих достоин Херувимы, Серафимы Воспевают Перед Ним достоин Он Воскрес Он Воскрес Он Воскрес Божий Сын Воскрес Он Воскрес Он Воскрес Он Воскрес Он Воскрес 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 живого ты господь и царь царей и твой гибель и звучит по всей земле горы ангела поставить грешный ты пришел спасать вместо радости и без сна ты на крест зашел страдать ты кормил голодных тупы словом волны украшал но как огнец на заклане и тихо внуках умирал ты твое всего живого ты господь и царь царей и твой гимн любви звучит по всей земле с восклицанием триумфа смертью смерти победил занял небо трон по праву пленных нас освободил и теперь ты наш заступник наш ходатай пред отцом из племен народов нации грешный ты гимн любви звучит по всей земле и твой гимн любви звучит и твой гимн любви звучит по всей земле Субтитры создавал DimaTorzok В трепетном служении, о котором говорит весь мир, о котором проповедуют, о котором поют. Поэтому я сегодня обращаюсь к вам, братья, сестры, старцы, старицы, отцы, матери, молодежь и ко всем тем, которые сегодня смотрят нас на онлайн. Я хочу сегодня вас поздравить всем с этим великим праздником, праздником победы, победы жизни над смертью, победы Господа нашего Иисуса Христа, который умер за грехи наши и который воскрес для оправдания нашего. И хочу вас сегодня приветствовать этими прекрасными словами «Христос воскрес! Слава воскресшему! Он воистину воскрес!» Вот это есть и наш основной фундамент веры, то, что Иисус Христос, воскресший, Он живет. И это наша вера. Мы верим в живого, воскресшего Господа нашего Иисуса Христа. Читаю. От Марка, 16 глава, нам повествуется такое, повествуется о воскресении Господа нашего Иисуса Христа. Марка, 16 глава. «По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти и помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собой, кто отвалит нам камень от двери гроба. И взглянул вот, и видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит, и мне ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина, распятого. Он воскрес, его нет здесь, вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам. И, выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился и в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим одиннадцати возлежавшим на вечере и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровших же будут сопровождать эти знамения, имени моим будут изгонять бесам. Будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. И так Господь после беседования с ними вознесся на небо, воссел одесную Бога. Они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Вот так Слово Божие нам описывает воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Если взять священное описание, смотреть на это священное описание, братья и сестры, мы в нашей жизни имеем очень основные моменты или периоды жизни человеческой на этой земле. Помните тот момент, когда мы с вами праздновали такой прекрасный праздник Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Это был первый момент в истории человечества, когда Сын Божий стал подобным нам, стал Сыном Человеческим, пришел на эту землю в образе человеческом, родился Девы Мария. Это было одно важное событие для людей, живущих на земле. Второе событие, которое было после рождения Иисуса Христа, о котором мы сегодня говорим, это смерть Господа нашего Иисуса Христа. Это тоже важное событие. Почему? Потому что Слово Божие говорит так. Он умер за грехи наши, но Он и воскрес для оправдания нашего. Третье важное событие, которое произошло для людей, живущих на этой земле. Воскресший Иисус Христос вознесся на небо. Восел Одесну и престола величия. Восел по правую сторону Отца Своего Небесного. И Слово Божие говорит, Он ходатайствует за нас. Но сегодня я хочу обратить наше внимание к себе и каждому из нас. Будет еще одно очень важное событие на этой земле. Очень важное. И очень ответственно. Это будет пришествие Господа Бога нашего за ожидающими Его. К этому событию мы готовимся. Об этом событии мы знаем. Об этом событии неоднократно говорил сам Иисус Христос, указывая на то, что это событие еще будет. И размышляя об этом событии, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и ожидая Его, братья и сестры, я хотел бы обратить на некоторые места из Священного Писания, о которых нам стоит задуматься, на которые нам необходимо обратить особое внимание. Давайте я сейчас прочитаю Евангелие от Матфея, 16 глава. Евангелие от Матфея, 16 глава, 21 стиха. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убитой в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему, будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою. Он же, обратившись, сказал Петру, отойдет меня, сатана, ты меня с облазом, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если оно приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. Вот такой диалог произошел Иисуса Христа с учениками. Он им говорит о своей смерти, говорит, что это будет. Подходит Петр, говорит, что не будет с тобой это. Но Христос обращает на одну вещь, на которую бы я сегодня хотел бы также обратить наше внимание для себя и для каждого, который слушает и смотрит нас. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Душа человеческая дороже всех богатств этого мира. Это то, что ценно в очах Божьих. Ради души человеческой пришел Сын Божий на эту землю и умер для того, чтобы спасти эту душу. И он обращает внимание, как велика цена души человеческой. Говорит, даже если бы, если бы была такая возможность приобрести все богатство, что толку от этого богатства? С собой человек это богатство не возьмет, но душе своей повредит, сделает ущерб своей душе. С этим ущербом он не войдет в Царство Небесное. Поэтому очень важно в ожидании нашем, друзья, заботиться о своей душе, питать ее правильной пищей, искать лица Господня. Давайте мы сейчас прочитаем, что может повредить нашей душе и помешать войти в Царство Небесное. Это очень хорошо написано Галатом, пятая глава. Галатом, пятая глава. Смотрите. А я 16 стиха, Галатом 5, 16. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духа, а дух противного плоти. Ибо они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Я хотел бы обратить внимание, то, что сегодня может повредить душе человеческое. Это дела плоти, это жизнь по плоти. Суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. То есть, можно список этот продолжать. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царствие Божие не наследует. Вот она проверка наша, первая проверка, что поступающий так Царствие Божие не наследует. Это очень серьезное и важное предупреждение. Давайте еще обратим внимание на Откровение, 22 глава. Откровение 22 глава, то написано так, в последних стихах, с 11 стиха и ниже. Тоже Христос говорит, неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится. Праведный, да творит правду еще и святой, да освящается еще. То есть, это наш выбор. Каждый из нас пишет сам свою историю. Дано право человеку. Неправедным пусть делает неправду, нечистый пусть еще сквернится. Но к праведному есть тоже свое обращение или правило. Праведный да творит правду, и святой да освящается еще. Почему? И вот ниже написано, Сигарду скоро и возмездие мое со мной, чтобы воздать каждому по делам его. Ясим, альфа, омега, начало и конец, первый и последний. Это тоже серьезное предупреждение. И еще вместо одного священного писания, которое бы я хотел бы нам напомнить, это к Ефесянам написано, послание к Ефесянам, пятая глава с пятнадцатого стиха. Написано так. Итак, Ефесянам 5.15. Итак, смотрите. «Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа времени, потому что дни лукавы». А лукавство дней заключается в том, что они непостоянные. Сегодня так, а завтра по-другому. Кто бы из нас думал, что у нас будут на праздник Пасхи проходить такие богослужения, что по интернету люди будут смотреть или еще как-то будут делать, потому что есть закон страны, штата, города, где нельзя собираться более десяти человек. И вот Слово Божие говорит, это также предупреждение. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Вот в ожидании Господа нашего Иисуса Христа, исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господа, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. И еще хотел бы прочать еще одно место Священного Писания. Это тоже написано уже второе послание Петра. И апостол Петр пишет также предупреждение для нас, братья и сестры, для меня и для каждого, который смотрит и слышит меня. Второе Петра, третья глава, это уже второе послание, пишу к вам, возлюбленные, в них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл. Чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа Спасителя, преданную апостолами вашими. Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Думающий так, не знает, что в начале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, а потому тогдашний мир погиб, был потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, а тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают о медлении, но долго терпит нас. С какой целью? Не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, неожиданно, и тогда небеса шумом придут. Стихи же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, нам? То какими должно быть в святой жизни и в благочестии нам? Братья и сестры, в этот прекрасный праздник, воскресенье Господа нашего Иисуса Христа, помня о Его страданиях, помня о цене нашего искупления, о крови, пролитой на Голгофском кресте, не будем забывать о важности пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Апостол Павел когда-то писал Тимофею, говорил, «Помни Господа Иисуса Христа, воскресшего из мертвых». Пускай в эти праздничные дни мы будем помнить Его, будем благодарить Его, и будем ожидать Его, и да прославится имя Господне, Ему за все слава. Аминь. Вдоль Павия Долороса Кровь текла струею алой, Ассурденного на смерть Разрывал венец терновый кость и тверь И презренье нес он тех, Кто кричал, что совершил он смертный грех Вдоль Павия Долороса Пострадания пути Шел Мессия, словно огнец нас спасти Но Он выбрал ту дорогу, чтобы открыть нам небеса Шел Христос под Алороса за меня и за тебя Он молчал и был спокоен Хоть устал и изнемог Так молчать в смирении полно мог лишь Бог Не клеймил он палачей, но с любовью смотрел на людей Вдоль Павия Долороса Пострадания пути Шел Мессия, словно огнец нас спасти Но Он выбрал ту дорогу, чтобы открыть нам небеса Шел Христос под Алороса за меня и за тебя А солнце палит и небо молчит Оставлен Сын Божий самим Отцом Вдоль Павия Долороса До Хамана всем пути Капли крови будто маки расцвели Но Он выбрал ту дорогу, чтобы открыть нам небеса Шел Христос под Алороса за меня и за тебя Шел Христос под Алороса за меня Утро в день воскресенья Солнце светит в окно Слышно птичьи пени, Бога погрешено зло. В день воскресенья душа пусть лекует, Бога прославит заботы Христа. В мире греха никогда не забудем, Ржавые хвости и раны Христа. Бог подарил нам одежды, Будем их свято хранить. Богу с верой, с надеждой, Сторги своей приносить. В день воскресенья душа пусть лекует, Бога прославит заботы Христа. В мире греха никогда не забудем, Ржавые хвости и раны Христа. В мире греха никогда не забудем, Ржавые хвости и раны Христа. Взирай, взирай на распятие, Бог там за нас умирал. Наше с тобою проклятие, Он на Христе распинал. В день воскресенья душа пусть лекует, Бога прославит заботы Христа. В мире греха никогда не забудем, Ржавые хвости и раны Христа. В день воскресенья душа пусть лекует, Бога прославит заботы Христа. В мире греха никогда не забудем, Ржавые хвости и раны Христа. В мире греха никогда не забудем, Ржавые хвости и раны Христа. Дорогие друзья, братья и сестры, хочется всех вас приветствовать в этот пасхальный день, пасхальным приветствием Христос воскрес. Знаете, праздник воскресения Господа нашего Иисуса Христа – это один из самых величайших праздников. Это праздник победы, торжество победы жизни над смертью, победы добра над злом, победы света над тьмой. И знаете, вспомните, мы все были и жили когда-то в бывшем Советском Союзе, и 9 мая мы все праздновали праздник, не мы все праздновали, но мы были участниками в великом празднике День Победы. И знаете, вот больше всего я тогда еще был, особенно сильно запомнился этот праздник, когда был еще мальчиком, я видел, как эти седовласые старики, многие были после ранений, у кого-то не было руки, у кого-то не было ноги, были покалеченные люди, но когда было это всеобщее празднование, они с таким торжеством, они понимали, что на ихнюю долю они заплатили великую цену, чтобы пришел этот День Победы. И знаете, друзья, наше спасение, оно тоже досталось великим, великой ценой, той ценой, которую заплатил Иисус Христос на Голгофе. И знаете, друзья, для нас мы уверовали в это, и мы пришли, мы не заплатили ничего за наше спасение, мы ничего не заплатили за эту победу, которую дал Господь, но для Него это стоило голговских страданий, для Него это стоило отречение друзей, для Него это стоило предательство, для Него это стоило всей жизни. И знаете, друзья, и хочу прочитать Слово Божие, которое записано, Евангелие от Матфея, с 28 главы. И хочу прочитать с первого стиха. По пришествии же субботы на рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступил, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. «Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса Распитого, Его нет здесь, Он воскрес, как и сказал, пойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых, и, предваря от вас в Галилея, там Его увидите, вот я сказал вам. И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его. Когда же они шли возвестить ученикам Его, и сей Иисус встретил их и сказал, радуйтесь. И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус, не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня. Знаете, друзья, я хочу сегодня обратить наше внимание на первые два слова, которые сказал Иисус Христос. Мы понимаем переживания этих женщин. Я думаю, что весьма рано, в первый день недели, один евангелист пишет о том, что они даже рассуждали, кто бы отвалил нам камень этот великий, потому что гроб был привален, к гробу был большой камень. Они рассуждали, они думали, но когда они пришли, они увидели совсем что-то иное. Они увидели ангела Божия, который пришел, и в один момент он своей силой отвалил этот камень. И не только он отвалил этот камень, но стерегущие, которые стерегли гроб, это тренированные римские воины, они были как бы парализованы этим страхом, они упали на землю как мертвые. И когда женщины пришли, они увидели вот это, и ангел, обратившись к ним, сказал, не бойтесь, вы ищите живого среди мертвых, его здесь нету, он воскрес. Пойдите и возвестите ученикам. И дальше, когда они пошли возвестить сам Иисус, они увидели самого Иисуса. И, знаете, первое слово, которое сказал Иисус ученикам по своем воскресении, в воскресшем своем новом теле, Иисус сказал, когда Он встретил их, радуйтесь. И они приступили, ухватились за ноги Его. И, знаете, друзья, и дальше второе слово, которое сказал Иисус, не бойтесь. Вот сегодня на эти два слова я хочу немножко порассуждать с вами. Слово радуйтесь – это чувство большого душевного удовлетворения. Обычно люди, выражая свою радость, они поют песни, они веселятся, они хвалятся, они воздают честь, они прославляют тот источник радости, откуда приходит радость, они восторжены. И, знаете, друзья, и когда пришел это время, когда Господь увидел своих учеников, когда Господь увидел, когда эти люди, эти женщины увидели Господа, они были в таком смятении, они были в смущении, но когда они увидели Его, Он сказал им это слово – радуйтесь. И с другой стороны, мы знаем, что эти стражи, которые охраняли, они потом пришли в себя, они пошли в город, они возвестили первосвященникам, они возвестили всем людям, которые были там в Синедрионе, они сказали, что Он воскрес. Им дали большие деньги, им заплатили деньги, и за эти деньги пронесся слух о том, что ученики Господа пришли. Знаете, для одних была радость, потому что сам Господь явился и заговорил с ними. Для других это была тревога, это было переживание, кто-то боялся, что, может быть, по закону Римской империи, может быть, кому нужно будет и жизнь свою отдать за эту ложь, что украли его. Но, знаете, друзья, Слово Божье говорит нам о том, что Господь, Он первое слово сказал – радуйтесь. В нашей жизни, как хочется во всех обстоятельствах нашей жизни радоваться, потому что, когда мы радуемся, мы начинаем восхвалять Господа, мы начинаем петь песни, мы начинаем, сердце начинает торжествовать, потому что наше сердце наполняет радость и торжество. И знаете, друзья, радость и торжество – это доля святых. Радоваться и торжествовать могут только святых. И написано, что Царствие Божие настоящей радостью. Есть та временная радость, о которой я сегодня не хочу говорить, это когда люди приобретают что-нибудь на земле, у них такая радость, они думают, что, ну знаете, все, что мы видим, оно временное, но есть та вечная славная радость. И Слово Божие говорит о том, что одно из составных Царствия Божия – это праведность, мир и радость во Святом Духе. И запомните, и заметьте, что первое – праведность. Если человек не живет праведной жизнью, если человек делает грех, если человек не имеет правильное отношение с Господом, если он неправедный, он не может радоваться. Второе такое составное Царствие Небесное – это мир. Человек, который не живет святой жизнью, человек, который не имеет мира с Господом, человек, который делает грех, человек, который делает беззаконие, друзья, дорогие, братья и сестры, он не сможет радоваться, его мира нет. А без праведности и без мира не может быть радости. Сегодня очень много людей, они показывают на лицах своих как бы притворную радость. Многие люди сегодня на земле, они стараются улыбнуться, но знаете, друзья, от глубины сердца радость – это то, что наполняет душу человека. Радость – это большущее душевное удовольствие, которое наполняет сердце человека, и оно и составное Царствие Небесное. Дальше, друзья, дорогие, я хочу сказать о том, что мы должны радоваться и веселиться не только за то хорошее, что мы имеем в жизни. Господь дал нам очень и очень много добра в нашей жизни, но не только за доброе, что мы имеем в нашей жизни, мы должны радоваться и прославлять Бога. Есть те обстоятельства жизни, друзья, есть те болезни, есть те диагнозы, когда врачи говорят вам, что ваша жизнь уже сосчитана, и многие скажут, ну чему ж тут радоваться, друзья, а радоваться тому, что ты не оставленный Богом, радоваться тому, что в этих горах и в этом испытании Господь видит тебя, Господь слышит тебя, Господь называет тебя по имени, и Господь держит, запомните, друзья, дорогие, что Он держит нашу судьбу в своих руках, и написано, из этих рук никто не может похитить. И очень важно, друзья, когда мы в скорбях, в переживаниях, в слезах, в трудностях, и мы начинаем радоваться и хвалить Бога. И вы знаете, друзья, я хочу сказать, я перехожу к следующему такому важному моменту в жизни, для чего каждый человек, он христианин, он должен радоваться, потому что Слово Божие говорит, еще знаете, говорит, что так, Слово Божие говорит, что в трудностях блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить. Вот интересно блаженство, да? И дальше, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, догнали и пророков, бывших прежде вас. Знаете, друзья, будут те испытания, будут тогда, когда вас друзья не понимают, будут те испытания, когда трудности и слезы, и горе, и беды, но, друзья, дорогие, Слово Божие говорит нам о том, что мы в этих трудностях, радуйтесь и веселитесь, велика награда на небесах. Дальше, друзья, дорогие, Слово Божие говорит, что когда мы радуемся и хвалим от того, что мы переживаем вот такое общение с Богом или такие трудности в жизни, и когда мы начинаем радоваться и хвалить Бога, то мы, друзья, дорогие, в духовном мире мы выигрываем победу, мы выигрываем войну. Есть, знаете, друзья, есть один тот, кто называется клеветник, который клевещет пред Богом на святых. Это записано в Откровении в 12 главе 10 стих. И смотрите, как говорит Слово Божие. Этот клеветник, мы все знаем, что это враг дьявол, и он клевещет перед Богом на святых. И написано, что ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братья наши, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. День и ночь есть клеветник. И смотрите, какое оружие против этого клеветника. Оружие победы над этим клеветой, над этой злобой, над этой бедой, которая встречается, над самим дьяволом. Смотрите, что говорит Слово Божие. «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя». Мой дорогой брат и сестра в трудностях, в переживаниях, в беде, когда твое сердце наполняет вот эти вот все переживания, начинай благодарить Бога, начинай хвалить Бога, «Господь наполнит твое сердце радостью». И написано, что «из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу себе». Для чего? «Дабы сделать безмолвным врага и мстителя». Тот враг, который клевещет перед Богом день и ночь, он замолкает, потому что из сердца, из твоего сердца возносится хвала и благодарность Богу». Смотрите, что еще говорит псалмопевец в 149-м псалме. Это тоже очень интересный псалом. И я хочу прочитать 149-й псалом с 5-го стиха. «Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих, да будут славословия Богу в устах их и меч обоюдоострый в руках их, для того, чтобы совершать мщение над народами и наказание над племенами, заключать царей их в узы и вельмошь их в оковы железные, производить над ними суд писанный. Честь сия всем святым его Аллилуйя! Видите, друзья, когда мы начинаем радоваться, когда мы начинаем торжествовать, когда мы начинаем даже на наших ложах прославлять нашего Господа, это как оружие, это славословие Богу в устах их есть меч обоюдоострый в руках их. Вы понимаете, друзья, в духовном мире очень важно то, что когда христианин, проходя эти трудности, начинает славить Бога, начинает радоваться, это обоюдоострый меч в руках. Для чего? Чтобы совершить мщение над народом и наказание над племенами. И дальше, смотрите, заключить царей их в узы и вельмошь их в оковы железные. Есть силы злобы поднебесные. И апостол Павел говорит, что наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мира правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Так вот, когда мы словословим, мы заключаем вот эти духи злобы поднебесные, вельмошь, в оковы железные, производим над ними суд писанный, и сия часть святым его аллилуйя. Мой дорогой брат и сестра, как прекрасно Господь сказал эти чудесные слова. И знаете, эти слова, которые сказал Господь, они очень были кстати в то время для этих встревозных и сердечных сказал им радуйтесь. Второе слово, которое сказал Господь, это слово не бойтесь, пойдите и возвесите братьям моим. Мы читаем этот Матфея 28-10 стих. Следующее слово не бойтесь. Знаете, мы живем в то последнее время и это очень такое суровое, тяжелое последнее время. Время, когда так много людей и знаете, вот знамение нашего времени, Слово Божие говорит нам, знаете, как оно так чудесно и правильно говорит, что люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. Знаете, друзья, вот слово будут издыхать от страха и ожидания бедствий, даже вот знаете, такое слово издыхать, ну нельзя говорить, как бы, мы не говорим как бы к людям, это говорят обычно к животным, что животное издыхает, но здесь написано, настолько будет этот мир наполненный страхами, будет наполненный волнениями, наполненный переживаниями, эти духи страха, они будут просто входить, но Господь сказал, знаете, второе слово, Он сказал, что не бойтесь, Аллилуйя, слава нашему Господу, если Он, тот, который был мертв и жив, сказал это слово, не бойтесь, мы будем уповать на нашего Господа, и знаете, кто-то сказал, что 90% и всех наших боязней и страхов, они никогда не случаются, и 10% мы просто не можем избежать, и поэтому вот эти 10% только из всех наших переживаний, без наших бессонных ночей, мы должны отдать в руки Господней, и Господь своим, Он дает уверенность сердце, и Он дает милость и благодать, и Он дает надежду, Он сказал, не бойтесь, и знаете, вот смотрите, что говорит слово Господне, знаете, страх само по себе такое мерзкое чувство, люди под страхом, они совершают очень много плохих действий, и страх, он, знаете, доводит людей до всяких тяжелых, нервных расстройств, страх, это сам дьявольский дух, потому что где дух Господень, там нету страха, и вот смотрите, что слово Божие говорит, в слове Божьем очень много мест написано о том, чтобы люди не боялись, не бойся, я с тобою, не смущайся, я Бог твой, я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей, это Исаия 41 глава, 10 стих, следующее место, свершенно писая, Исаия 41 глава, 13 стих, ибо я Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе, следующее место, 43 глава, 1 стих, кни порока Исаии, ныне же, так говорит Господь, сотворивший тебя, и устроивший тебя, не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени, ты мой, друзья, братья и сестры, мы можем довериться тому, кто был мертв, а теперь жив, и имеют ключи ада и смерти, и знаете, об Иоанне, ученике Господнем, написано в той книге, которую он написал, последняя книга, он о себе написал в Откровении, смотрите, какие слова, он описывает Господа, «И когда увидел я Его, то есть Иисуса Христа, воскресшего, то пал к ногам Его, как мертвый, и Он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый, и последний, и живый, и был мертв, и сежив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти». Друзья дорогие, воскресением Господа Иисуса Христа мы имеем славную победу во Христе Иисусе, мы имеем славную милость, мы имеем уверенность в спасении, мы должны радоваться, и мы никогда не должны бояться тех трудностей, потому что тот, который с нами, написано в Слове Божьем, он был мертв, а теперь жив, и в его руках ключи ада и смерти. Пусть благословит всех нас Господь, и приветствуйте всех своих родных, близких этим прекрасным приветствием, пасхальным приветствием, Христос воскрес, Христос воистину воскрес, благослови вас Господь, аминь. Христос Дни, когда приносят тучи холод земных вьюг, у тебя есть самый лучший, лучший в мире друг, он обнимет и утешит, слезы оботрет, потечет из сердца нежность, и печаль уйдет, тихо скажет сердце, ты мое дитя, я люблю тебя, я люблю тебя. Долгожданный мой милый, скажет Иисус, я на небе, что есть силы, за тебя молюсь, я в тебя так верю, жду домой и живу туда. На руках его увидишь, раны от гвоздей, он был распят и унижен за грехи людей, и пошел во тьму. Но отныне смерть не в силах вечность изменить, он воскрес стал из могилы, чтоб вовеки жить, спаситель мира, он устоит славы, поклонись Ему, поклонись Ему. Субтитры создавал DimaTorzok Он достоин славы, поклонись Ему. Субтитры создавал DimaTorzok У тебя есть самый лучший, лучший мир и друг, он обнимет и утешит, слезы оботрет. Потечет ей сердце нежность и печаль уйдет, и печаль уйдет, тихо скажет сердце, ты мое дитя, я люблю тебя. Долго жданый мой и милый, скажет Иисус, я на небе жду и силы, за Тебя молюсь, я в Тебя так верю, жду домой и живу любя. Я люблю Тебя, я люблю Тебя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Приветствую вас, дорогая Церковь! В необычное время мы живем, в необычное время мы сейчас переживаем, но во всех обстоятельствах мы знаем, Церковь Иисуса Христа жила, служила Богу, трудилась и делала дело Божие на земле. И нет той силы, нет тех волнений или каких-то встречных ветров, бурь, которые могли бы остановить дело Божие на земле, которые могли бы сломить Церковь Христа. И сегодня, имея вот такую возможность сделать запись и проповедовать сейчас вот так из-за кафедры, как уже есть, я хотел бы поделиться некоторыми мыслями, переживаниями. И прежде всего хочется выразить благодарность Богу за то, что мы живы, здоровы, слава Господу, за то, что жизнь так или иначе продолжается, и милость Его над нами, охрана и забота Его над нами. Слава Ему. И прежде всего я бы хотел сейчас еще одну мысль сказать, что все мы приближаемся к празднику. И это, пожалуй, основная причина, почему нам хотелось бы сегодня с народом Божьим, с верующими нашими братьями и сестрами поделиться тем, что есть на нашем сердце, поздравить, а вселить слово, сказать слово, которое могло бы кого-то ободрить, кого-то утешить, кому-то дать, может быть, поддержку какую-то, надежду. Пусть Господь благословит. Мы приближаемся к большому празднику. Называется он Пасха. И это прекрасный такой день, который мы всегда праздновали и празднуем. И мы не хотим, чтобы этот праздник чем бы то ни было омрачился. Увы, но сегодня такое время, знаете, верующие люди, они периодически, в какие-то определенные периоды времени всегда встречали, встречают и будут встречать противные ветры, противные бурные ветры, которые приходят в нашу жизнь. И я хочу сейчас прочитать один текст из местописания. Написано это в Евангелии Марка, 6 глава, я прочитаю, 45 стиха и ниже. И тот час побудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде. И пока он отпустит народ. И отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их, бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидевши его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тот час заговорил с ними и сказал им, ободритесь, это я, не бойтесь. И вошел к ним в лодку, и ветер утих, и они чрезвычайно изумлялись в себе и явились. Смотрите, вот такая ситуация, такая картина здесь описана в Евангелии. «Они ученики Иисуса Христа посреди моря, и море бушует, ветер противный, они терпят бедствия, Христа с ними в лодке нету». И вдруг они видят Иисуса, который идет по воде, и написано здесь, мы читаем, что они закричали, потому что думали, что видят призрак, в то время, как это шел Христос. И он говорит им такие слова, ободритесь, это я, не бойтесь. А дальше написано, и вошел к ним в лодку, и ветер утих. Это хороший такой прообраз для нас с вами, потому что, когда мы переживаем вот эти противные ветры, когда мы переживаем эту бурю в своей жизни, у нас всегда есть надежда на Господа, на Иисуса Христа. «И когда Он войдет в лодку твоей и моей жизни, ветер утихнет». Но вот здесь мы читаем такой момент, когда написано, что «Они сделал вид, что хотел пройти мимо». Такое порой у нас есть впечатление и ощущение, что как будто бы Господь не видит наши проблемы, наших бедствий, наших трудностей. Но ведь по логике, когда происходят такие события в жизни с кем-то вот рядом с нами, мы обязательно поспешим этому человеку на помощь. Мы захотим помочь ему, мы побежим, чтобы помочь человеку, вытащить его из какой-то беды, в которой он оказался. Но Христос в данной ситуации сказано, как будто бы сделал вид, что хочет пройти мимо. Вот такое чувство, обманчивое чувство иногда переживаем мы, когда в нашей жизни приходят трудности, скорби, переживания. Вы знаете, дорогие друзья, я хочу сказать, что в это время мы переживаем бури в своей жизни. Я верю, что Господь услышит нас, увидит наши скорби, увидит наши переживания и поможет нам пройти через все это. Я в это верю, братья и сестры. И пусть Господь сегодня утешит каждое сердце. Пусть Он даст каждому силу пройти через эти обстоятельства. И не впасть в уныние, не впасть в тоску, в печаль, не разбиться в вере, не поколебаться в вере, но остаться твердым в своей вере, в своей надежде, в своем уповании на Господа. И Господь обязательно поможет, так как Он помог ученикам. Написано, зашел в лодку. И ветер утих, все успокоилось, все наладилось. Они снова за Христом. Когда-то подошли ко Христу люди и сказали, почему ученики Иоанна постятся, молятся, а твои ученики нет. Мы постим, молимся. Это, я так понимаю, были кто-то из фарисеев. Христос сказал им, не могут сыны чертога брачного поститься, молиться, когда с ними жених. Но придет время, и они останутся одни, жених уйдет. Это придет время, и оно сегодня в нашей жизни, это время, когда физически Христанец с нами. Пришло время, когда Он ушел на небо, и ученики остались. И тогда пришли, пришли эти скорби, эти переживания, когда мы стали поститься, когда ученики начали молиться, когда ученикам пришлось переживать все эти трудности, о которых мы читаем. И в Деянии апостолах, и в других посланиях, и прочих местах в Библии, друзья мои, такова доля каждого христианина. Но есть Господь на небесах, и Он всегда слышал нас, Он всегда слышит нас и видит нас, когда мы находимся в бедственном положении. И я верю, и я верю, что Он имеет ответ для нас. И этот ответ будет приходить в нашу жизнь, и мы увидим Его славу. Вы знаете, я хочу прочитать еще один текст из места Священного Писания. И почему я хотел бы обратиться еще к этому тексту? В последнее время я, читая Библию, читаю ее по порядку, и вот уже сейчас читаю книгу «Плач и Риме». И вот буквально сегодня открыл эту главу. И нахожу, что это ответ на многие вопросы, которые сегодня, может быть, есть в твоем и моем сердце, за все эти житийские обстоятельства, которые в нашей жизни есть. И вот здесь написано, это Еремия, и это можно, если назвать так, может быть, его молитвой Богу, или, может быть, монолог, когда он то, что переживает, то, о чем он думает в своем разуме, изложено на страницах Священного Писания. Написано, «Я человек, испытавший горе от жезла гнева его». Иеремия, человек Божий, муж веры, праведник, и говорит, «Я человек, испытавший горе от жезла гнева его». Его с большой буквы, то есть от жезла гнева Божьего. Давайте мы дальше будем читать. «Он пошел, он повел меня и вел во тьму, а не во свет. Так он обратился на меня и весь день обращает руку свою. Измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои, огородил меня и обложил горечью и тяготою, посадил меня в темное место, как давно умерших, окружил меня стеною, чтобы я не вышел, отяготил оковы мои. И когда я взывал и вопиял, задержал молитву мою, каменями преградил дороги мои, извратил стези мои, он стал для меня как бы медведь и засел как бы лев в скрытном месте, извратил пути мои и растерзал меня, привел меня в ничто, натянул лук свой и поставил меня как бы целью для стрел, послал в почки мои стрелы из колчана своего. Я стал посмешищем для всего народа моего, повседневную песенью их. Он присытил меня горечью, напоил меня полынью, сокрушил камнями зубы мои и покрыл меня пеплом, и удалил мир от души моей. Я забыл о благоденствии и сказал я, погибла сила моя и надежда моя на Господа по мысли о моем страдании и бедствии моем, о полыне и желче, твердо помнит эта душа моя и падает во мне. Вот в начале до этого места, вы знаете, размышляя над этим местом, я увидел вот такую, ну, как бы сказать, параллель, да? Вот если бы сегодня в наши дни человек так говорил о Боге, что он так поступает с Ним, что он так поступил с нами или со мною, вы знаете, наверное, люди, которые слышат это, сказали бы примерно следующее, что, ну, брат, ты просто ожесточился против Бога, тебе надо как-то вот, ну, что-то в своей жизни поменять свое мышление в отношении Бога. Но здесь мы читаем слова, которые говорит пророк Иеремия, муж Божий, муж веры. Человек, который реально переживал все это и говорит правду. Это правда, так есть. И он понимает, что то, что происходит в жизни его, это Бог делает. Как трудно нам порою вот в такие тяжелые времена согласиться или принять за истину тот факт, что все, что приходит в жизнь нашу, есть дело Бога. Это Он делает. И как часто человек сетуя не находит ответа. Почему? Зачем? Из-за чего? Для чего? Какая цель? Какие намерения у Бога? Много разных вопросов. Они были у Иеремии, они были у Иова, но этим уже веры, свидетельствуя, говорят, понимая истину в своей духовной жизни, говорят, что это делает Бог. Как важно понять и принять за истину, что в жизни нашей ничего не происходит просто так или того, чего не повелел бы Господь. И принять это как Божье дело. Вот смотрите, я хочу прочитать дальше из этой главы с 33 стиха и ниже. Почему как бы дальше размышляя Иеремия говорит вот эту мысль, дальше продолжая. Ибо Он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих, но когда попирают ногами своими всех узников земли, когда неправедно судят человека при лицом Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь? Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? всякий сетуй на грехи свои, испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу, вознесем сердце наше и руки к Богу сущему на небесах. На что хотелось бы здесь обратить наше внимание? Пророк Иеремия говорит, Господь видит, видит все, что происходит и на что Он обращает внимание, и на что Он обращает Свой лук, Свои стрелы. И в то же самое время пророк Иеремия говорит, чтобы мы задумались прежде всего во всех этих обстоятельствах, понимая, что от уст Всевышнего приходит в жизнь нашу бедствие и благополучие. Он говорит, чтобы мы прежде всего испытывали и исследовали пути свои. Первое, на что человек должен в этих обстоятельствах обратить свое внимание, испытаем и исследуем пути свои. В то же самое время я верю, что и Иеремия делал это. Иов, мы читаем, исследовал свою жизнь и не находил своей вины пред Богом. Тогда почему же, почему же, так как мы выше прочитали, Иеремия оказался в таких тяжелых обстоятельствах, почему же так часто случается в жизни праведника, когда они оказываются в столь стесненных обстоятельствах, когда в их жизнь приходят бури, противный ветер, когда в их жизнь приходит бедствие и благополучие и близко нету, когда оно уходит в прошлое. Почему так случается в жизни праведников, потому как мы знаем и уже говорил я, что Иеремия и Иов это были мужи праведные и много других праведников, о которых говорит апостол Павел в своем послании к евреям переживали трудности в своей жизни, переживали горе, переживали беду, гонение, посрамление, унижение и так далее и тому подобное. Это все происходило с мужами праведными. Почему? Вы знаете, в нашей жизни человек, который любит Бога, человек, который боится Бога, имеет Божий страх, он находится, знаете, если такое есть сравнение или как бы выражение, можно сказать, между молотом и наковальной. С одной стороны, Бог с его правдой, Бог, который не терпит неправды, Бог, который не терпит неправедного суда, Бог, который не терпит, когда притесняют человека в деле его, Бог, который ненавидит ложь, Бог, который ненавидит гнусности беззакония. С одной стороны, Бог с его непреклонной правдой, с его непреклонной истиной. С другой стороны, злой мир, который не желает эту правду слышать, принимать, покориться ей, покориться Богу. А вот праведники, они зачастую оказываются вот как тот предмет между молотом и наковальней. Человек, воинствующий, против Бога, не может сделать зло Богу, потому что Бог недосягаем для его возможностей и сил. А вот праведник, это человек, с которым можно сделать все, что хочешь, его можно арестовать, его можно заковать в кандалы, его можно бросить в темницу, его можно бросить в яму, как Иеремию, где находилась грязь, в яму с грязью, когда он написано стоял там по грудь в грязи, так что даже один из царских людей подошел к царю и говорит, давай его вытащим оттуда, а то он умрет, и будет кровь его на нашей голове. Вы знаете, с праведником можно поступить как угодно, а с Богом нет. Но в этих обстоятельствах, в этих обстоятельствах я хочу прочитать то, что говорил себе Иеремия, и это главная, основная мысль, которую я бы хотел сегодня оставить всем вам, братья и сестры, в этих условиях, в которых мы сегодня находимся, когда кругом есть этот страх, когда переживания, когда что-то мы не понимаем, и в нашей жизни закончилось вот это время, может быть, благополучие, а пришло другое время, что говорил себе Иеремия, и то, что я хочу оставить для всех нас, чтобы каждый из нас это услышал и принял свое сердце, и в своих молитвах повторял за Иеремией эти слова, что говорил он, вот что я отвечаю сердцу моему, 21 стих, это же глава, вот что я отвечаю сердце моему, и потому уповаю, по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилося, оно обновляется каждое утро, велика верность твоя, Господь часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на него, благ Господь к надеющимся на него, и душе ищущей его, благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа, и второй текст, который я хочу прочитать, тоже находится, но правда, здесь книга пророка Иеремии, 29 глава с 11 стиха, прочитаю, ибо только я, это уже Бог говорит, ибо только я, зная намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду, и воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня, всем сердцем вашим, и я буду найден, вами, говорит Господь. Слава нашему Господу за эти чудесные слова, они ободряют мое сердце, они утверждают во мне веру, чтобы она не поколебалась, чтобы оставалась твердой, и хочется, чтобы эта вера осталась твердой в каждом сердце, в каждой душе, пусть Господь благословит всех нас и поможет пройти через эти обстоятельства, а я верю, что придет другое время, время радости, время, когда мы вместе склоним колени и прославим Господа за то, что Он слышит нас, за то, что Он видит нас, помог нам пройти через эти обстоятельства, остаться твердыми в своем уповании, в своей надежде, в своей вере, да благословит нас всех в этом Господь. На этом я буду заканчивать Божьих вам благословений, братья и сестры. Аминь. Аминь.